Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании я ведь избрание. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем курс многогранного процветания Меч Соломона. Я всем сердцем верю, что это благословляет вас очень сильно. Ну и вижу по вашим свидетельствам, по многочисленным финансовым знамениям, чудесам, пополнением карточек. У кого-то даже квартиры пришли в этот период неожиданно. У кого-то новые заработки, новые работы, пока еще работы. И, конечно, много-много других вещей. Вижу, как развивается предпринимательство у некоторых, вижу ваши свидетельства, вижу, как начинаются новые какие-то проекты, идеи возникают. Очень много-много происходит всего замечательного, что отец нам, конечно же, приготовил. И, дорогие друзья, а также я всем сердцем верю, что предыдущие уроки заложили мощную базу, мощное основание в отношении понимания своего избрания. Каждый почувствовал себя, я верю всем сердцем, каждый почувствовал себя поцелованным Отцом Небесным, любимчиком, избранником. Почувствовал себя предназначенным для потрясающей жизни в преуспевании. И, конечно, я верю, что вы вооружились, что вы во всеоружии этих потрясающих инструментов, которые мы рассматривали в предыдущих уроках. Это сознание настроено на сверхъестественное, когда ты понимаешь, что все вокруг тебя, оно не имеет вообще никакого естественного начала. Все произошло из невидимого, из божественной силы, что помазание – это пища царей, что всегда твоя голова должна быть в свежем масле, в свежем елее. И также много-много других разных вещей, о которых мы говорили. И самое главное – это то, на чем мы остановились в восьмом уроке, что все процветание, все преуспевание, оно движется по двум потрясающим рельсам. Это наслаждение и управление. Наслаждение – это наш пост преуспевания. Я бы даже хотел, чтобы он у нас был таким вечным. Пост преуспевания – это когда твое лицо никогда не выдает какой-то нехватки. Помните, Иисус говорил о посте, что умой свое лицо и помашь голову елеем. Это означает, что твое лицо не должно выглядеть печальным, никто не должен, судя по твоему лицу, захотеть тебе что-то дать. То есть твое лицо должно излучать свет, достатка, свет, изобилие, несмотря ни на что. И голова должна быть умощена свежим елеем, как полагает царю, питаться этим елеем, вкушать этот елей, переживать постоянно помазание. И натренироваться настолько в своих чувствованиях, чтобы одно только слово – помазание – приводило в движение дух мудрости на твоей голове. И, конечно, когда помазание на твоей голове, тогда у тебя сразу появляется ощущение, что вечная жизнь в твоей правой руке – долгоденствие, нетление. И в левой твоей руке – богатство и слава. Вот помазание на разуме, друзья мои, оно и делает так, что ты видишь себя, как сына Божьего, как премудрость Божью, в руках которой, которого вот эти могущественные истины – нетление, вечная жизнь и богатство и слава, преуспевание. И, конечно же, все, до чего дотрагивается твоя левая рука, должно превращаться в золото. Итак, драгоценные, к нашему посту преуспевания, конечно же, я хочу напомнить, что делайте все, что вы делаете. Это постоянно у тебя должен быть круговорот славы. Принимаешь, демонстрируй всем, что ты, если так можно сказать, почва, в которую что не попадет, все умножается, все растет, все преломляется. Это значит, что ты способен постоянно делать царские вещи, давать и славы. Это значит, что деньги всегда под твоими ногами. Если ты иногда в этом сомневаешься, делай это пророческое действие, прямо бери, вложи деньги на пол. Пошел, наступил ногами, высвободил нужные вещи, пришел в нормальное состояние, сложил деньги и пошел побеждать. И вторая рельса, мы говорили, наслаждение, это нормальное состояние и управление. Я знаю, что мне постоянно, все время задают вопросы, когда мы уже начнем с воздуха вынимать золото, когда уже Господь нам в стене сделает какой-то портал, куда мы зайдем и будем грести там золото. Приводят даже примеры, что вот были женщины золота, которые так делали. Но, во-первых, я вам хочу сказать, что эти женщины вели очень, очень скромную жизнь. Все, что они доставали, в основном, это был их способ спонсировать миссии. Так что, если кто-то хочет ходить и доставать золото, имейте в виду, что вы, ну, это не такая цель, чтобы вы построили там себе коттедж и сказали, вы знаете, я такой Емеля на печи, сейчас я пошел и из стенки золота достал. Нет. На самом деле, такие вещи, которые через все писание упоминаются, как там вороны носили еду, там масло в катке не заканчивалось. Монетку рыба приносила, да, хлеба преломлялись. Они носят с собой пик, как знамение, исключительный характер. Это не является способом зарабатывать, либо доставать золото, продавать и что-то строить. Это неинтересно. Почему? Потому что это не управление. Еще раз я говорю, это не управление. Управление – это царствование, это вся жизнь. Мы об этом и учимся. Конечно, в критические моменты, в какие-то знаковые моменты, когда вот та же монетка в рыбе, да, Иисус хотел что-то объяснить, что сыны свободны и с помощью сверхъестественного Он показал, продемонстрировал эту свободу. Не с помощью революции, а с помощью сверхъестественного. Вот в этом и была свобода. Свобода в помазании Святого Духа. Но Отец говорит о помазании как о чем-то, что учит нас. И поэтому, как мы говорим, что если доставать из воздуха золото, то я даже не понимаю, чему-то можно вообще научиться. На самом деле помазание учит управлению. Оно не учит халяве или еще каким-то вещам. Оно учит преломлению, оно учит управлению и многим-многим таким вещам. Поэтому давайте просто сегодня я хочу еще раз высвободить эту силу для приобретения богатства и силу для наделения богатством на разум. И эта сила есть помазание, премудрость. Как мы еще раз упоминаем, что есть сила приобретать богатство и есть сила обогащать. И та и другая сила у нас есть, которая покоится на нашем разуме, называется премудрость. И сегодня, когда я молился за этот урок, за каждого из вас, друзья, я прямо видел у видения, как отец коронует, поправляет корону, не лопатой, руками. Как будто, знаете, как написано, что премудрость, она возложит на голову твою прекрасный венок, венец. И вот это возложение венца снова и снова, упоминание о премудрости, о ее месте в твоем разуме, это то, что делает сегодня отец. Я хочу высвобождать это помазание сегодня. И прошу тебя всем сердцем, чтобы ты принимал это. Можешь положить руки вместе с отцом на свою голову, где покоится этот венец, эта корона, эта богатая, украшенная, царская корона, знак твоей премудрости, которая дарована тебе не потому, что ты мог сам что-то подумать, но способность твоя от Духа Святого. Это корона, это способность Духа Святого думать синхронные мысли с отцом, сидя с ним на престоле. Отец, я высвобождаю это помазание сейчас. Помазание на разум, Отец. Я благодарю тебя, что прямо сейчас этот елей обновляется на разуме, наполняет сознание. Каждая клетка головного мозга, каждый атом воспринимает твою божественную силу. Око становится светлым, тело становится светлым. Руки наполняются твоей силой, ощущением, вот этим ощущением, что все в моих руках. Нетление, богатство и слава. Все под моими ногами, все золото, возможности многочисленные. Отец, я вижу тебя. Мой друг, скажи со мной это. Это источник силы, это фраза, это могущественная истина. Возведи очередь в лицо Отца и скажи, Отец, я вижу тебя. Ты моя сила для преуспевания, ты мой источник. Твоей премудростью, Твоей премудростью основано все в моей жизни. Тобою я царствую, Тобою я управляю и Тобою наслаждаюсь. Я и Отец одно. И я и Отец одно. Аллилуйя, Отец, спасибо тебе. У меня еще такое побуждение есть, чтобы ты просто положил руку вот так себе на лоб. И я возлагаю на тебя также руку, я прямо сейчас транслирую эту премудрость на преуспевание. Я хочу пророчествовать тебе, что твое преуспевание это не через год, это не через два, оно ныне сейчас. Прямо сейчас в головном мозге, в сознании открывается зрение видеть скрытое во мраке. Мрак уходит. Перед твоим взором нет больше мрака. открывается. Ты прямо сейчас начинаешь видеть, что вход свободен и открыт в любые возможности. Еще, еще, еще я хочу это делать. Я чувствую сейчас что-то происходит в голове. Отец, я благодарю тебя. Я сейчас вижу, такой прямо поток идет в сознании, в разум. Это Божье просвещение. Это Отец сейчас чудным светом наполняет твое сознание. Ты можешь даже видеть этот свет. В следующее мгновение ты откроешь свои глаза и ты почувствуешь, как будто пелены какой-то не стало. Как будто прояснилось. это сопровождается. обычно радостью, предвкушением чего-то прекрасного. На пользу. Явление Духа сейчас идет на пользу. Отец, я благодарю тебя. спасибо тебе. Я чувствую, как происходит это наделение разума силой преуспевания, силой процветания. Как будто становится такой разум предприимчивый, цепкий. Он видит возможности. Буквально из ерунды может сделать целое состояние. Вот я хочу это говорить сейчас в твой дух. Из какой-то мелочи ты можешь сделать целое состояние. Из простой мысли, из простой идеи, из обыкновенного наблюдения ты можешь увидеть сокровище возможностей. Прямо сейчас это наделение твоего сознания происходит. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Халилюя, друзья. Мы обязательно еще будем делать в нашем курсе будем делать между блоками специальную молитву. Мы ее скоро сделаем. Когда я буду практически большую часть эфира просто молиться и наделять, наделять, наделять сознание. Я чувствую, знаете, кто-то может сказать ну, чем ты можешь наделить, потому что у нас все есть. Но способность наделять это способность Сына Божьего. Она есть и у тебя, она есть и у меня. И вообще мы нужны друг другу. Если нам нечего друг другу дать, то получается мы и не нужны друг другу. Но сегодня мы нужны. Мы друг друга наделяем, мы друг друга перетекаем, мы друг друга дышим, переливаемся. И мы друг друга в себе содержим. Братья особенно любят это говорить. Я тебя в себе содержу. Поэтому мы сделаем такой урок, где я буду большую часть времени наделять, наделять твое сознание. Я увидел, что у кого-то даже произойдет восстановление головного мозга. Вы знаете, бывает, что человек, он признается, что я туплю, у меня там разрушено сознание, я там пил или кололся, или били в голову. И ну, то есть бывает физический аспект какого-то какой-то несообразительности. И это все абсолютно, друзья мои, поправимо. Итак, родные, сегодня у нас потрясающая тема, потрясающее откровение. Я верю, что каждый из вас ощутил утро на престоле. Ощутил себя молодым царем с неограниченными возможностями. И мы говорим, доживет царь, доживет царь. Я говорю в твою жизнь, доживет царь, чтобы ты чувствовал, что все, что тебя окружает, направлено на то, чтобы царь жил и преуспевал. И сегодня мы будем говорить о портале. Да, мы сегодня будем говорить о портале, источнике силы для преуспевания. и скажу сразу, что это очень, может быть, кого-то даже это немножко озадачит, но скажу сразу, что в моей жизни только так и работало. Курс этот не направлен на то, чтобы взять и изучить весь вопрос процветания, потому что идей насчет его очень много. Я говорю те вещи, которые конкретно лично у меня работают. Работали и работают. И давайте теперь посмотрим на Соломона. Соломон это наш красавчик, он участвует в курсе. Да, и вот Соломон, я напоминаю, что он говорил с отцом, говорил с Богом по поводу того, что ему нужна мудрость, ему нужен разум, сердце разумное. Для чего? Чтобы править народом многочисленным. В ответ на это отец ему еще наобещал богатство, мир, уникальность, ну и, конечно же, как просил Соломон, дал ему сердце мудрое, чтобы править. И вот с этими всеми благословениями, премудростью, премудростью, обещанием богатства, преуспевания, славы, он говорит, что будешь ты такой славный, что ни до тебя, ни после тебя, таких вообще не будет. То есть со всеми вот этими обещаниями Бога, это вот как пакет, прямо пакет, небесный пакет, высвобожденный в жизнь Соломона, Соломон воссел на престоле, встретился с первой трудностью, вот эти женщины пришли, и мы научились о том, что эти трудности, они только добавляют авторитета. Запомни, я все-таки хочу раз это еще подчеркнуть, что когда ты по-настоящему занимаешь позицию престола, приходящая в твою жизнь трудность, она должна тобой восприниматься только как повод явить славу и возвыситься в авторитете. Скажу по своей жизни, что никакое обстоятельство не добавило мне авторитета больше перед людьми в духовном мире как способность решать проблемы, как стойкость во время каких-то существенных потрясений. авторитет это вот когда ты на подвиг души своей смотришь с довольством. И душа она совершает подвиг определенный, то есть она смело ввязывается в какие-то ситуации, понимая, что что бы мне ни пришлось пройти, будет слава. И вот с таким настроением Соломон использовал этот духовный меч, меч духа, намерения сердца выявились, и он получил свой рейтинг. В глазах людей его авторитет разросся невероятно. Поэтому если тебе нужен авторитет, как мы уже об этом и говорили, не бойся трудных ситуаций, они все работают на тебя. Поверь, как только видишь трудную ситуацию, самое маленькое, что ты можешь сделать, это пройти ее с честью. Даже если у тебя не будет такого явления прямо мудрости, как у Соломона в тот момент, если ты хотя бы ее пройдешь непоколебимо, твой авторитет вырастет. Сто процентов. И вот Соломон это прошел. Теперь ему предстояло правление, богатство, процветание, слава. И с чего же начал Соломон? Я напоминаю, что он был помазан Божьей премудростью. То есть все, что он делал после этого, как мы и говорили, все, что он делал после этого, носило на себе печать водительства премудрости. И вот с чего начал Соломон. Он не начал проматывать то, что собрал Давид для него. Хотя если бы на его месте оказался Раваам, сынок Соломона, либо Адония, который пытался занять место Соломона, наверное, они бы так и сделали. Потому что, как вы помните, Адония первое, что сделал после того, как незаконно воцарился, он завел себе прислугу каких-то приспешников. В общем, он уже начал тратить деньги, чтобы царствовать. Раваам тот вообще даже упоминания не заслуживает, но тем не менее, все, что он хотел делать, это роскошно жить и быстро все потерял. Представьте, что если бы Соломон взял все, что Давид приготовил на храм, сказал бы, я не знаю, этот храм, это такое, это на годы, ну, когда там делать это, ну, просто отказался бы от этой идеи и начал бы жить на это все. Прожил бы это все, наверное, схватил бы эту позицию блудного сына, который все промотал, а потом, ну, снова, что делать. Но, слава Богу, что Соломон не был таким. И первое, с чего он начал свое царствование, это строительство храма. Друзья мои, я хочу, чтобы вы эту тему просто поставили в центре своего преуспевания. Потому, что именно это первый признак того, что ты осознал свое избрание. Это строительство храма. Что такое строительство храма? Конечно же, это не какая-то идея, которая помогает строить религиозные структуры. это не какая-то идея, что давай деньги в церковь и будет тебе счастье. Нет, 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 нет. Мы знаем, что последнее упоминание в Библии о храме было таким, что в золотом городе храма не было, написано, Иоанн, я не видел храма, но Господь был вместо храма. Что значит вообще это выражение «Господь был вместо храма?» Я хочу сказать, что храм это всегда было место или же как правильно сказать пусть будет место явления духа и силы. Храм это было место Божьего присутствия, но и не только присутствие, потому что мы знаем, что Божьего отсутствия вообще не существует. Присутствие, когда мы говорим, мы имеем ввиду явление, проявление. Что было в храме Соломона, что Соломон, когда построил храм, мы видим, можете почитать его молитву, он прямо умолял, там после того, как слава двинулась в храме, священники попадали, и он умолял Бога, он говорит, пожалуйста, Божий Господи, я прошу тебя, чтобы это место было местом ответов, это было местом успеха для людей, вот они когда сюда будут приходить, пусть ты отвечаешь на их молитвы. Это то, что я делаю в нашем служении. Вы видите какой-то храм у меня? Нет. Вы видите какую-то структуру у меня? Если видите, то мне хочется спросить, где? Никакой структуры нет. Единственное, о чем я забочу, чтобы всякий, кто соприкасается с моим служением, переживал явления духа, силы и ответов на свои нужды. И храм это и есть оно. Если раньше это было строение, то Соломон молился, чтобы в этом строении люди получали свои ответы. Потом Иисус говорит о своем храме тела. И все, кто ходил за ним, видели, что от него исходила сила. Из-за этого они давали туда свои деньги, охотнее, чем в этот ящик каменный, где ничего уже давно не происходило. и точно так же мы видим, что в откровении, когда говорится, что Господь был вместо храма, это означает явление духа и силы. Друзья мои, я сразу хочу сказать, что когда мы говорим о присутствии, сейчас за словом присутствия подразумевается все, что угодно. Знаете, легче всего сказать, Господь здесь твое присутствие. Почему? Потому что нет его отсутствия. Но людям не знающим или не верующим о его присутствии говорит только явление. Поэтому в центре всего, что называется храмом, на самом деле должно стоять явление. Кто-то может думать, к чему здесь процветание. Процветание здесь вот к чему, друзья, что твое процветание, преуспевание финансовое, оно должно быть самым тесным образом связано с явлением духа и сил. Иными словами, со служением явления духа. Что это означает? Соломон, когда построил, когда начал строить храм, он не видел это просто как какую-то коробку культовую. Он понимал, я когда готовился к этому уроку, я прямо видел картину такую, что вместо храма, вместо коробки храма, есть такая дырка типа кратера, из которой сочится лава славы. И Соломон понимал, что в центре его царствования, его правления должен быть источник силы. Непонимание этого вопроса приводит к угасанию и служения, и бизнесов, и даже просто жизни. Человек, чья жизнь не привязана к служению явления Духа, в конце концов, он потеряет источник силы в своей жизни. Не то, что он его потеряет, а перестанет ощущать, перестанет расширять его жизнь. Отсутствие такого проявления. И поэтому Соломон сразу позаботился, чтобы в его царствовании этот источник силы он был. Почему Божья премудрость привела его именно к такому решению? Давайте еще раз это посмотрим. Соломону было обещано богатство, слава, долгоденствие, уникальность и премудрость. Все это, если Господь ему хотел дать богатство, почему бы он взял и не начал с чего-то другого, с каких-то даров, с обнаружения какой-то шахты с золотом, ну, каким образом? И смотрите, водительство помазания царского приводит его, первое с чего начать, говорит, начни с того, что построй храм, открой прямо в центре твоего обитания, твоего царствования этот источник силы. Как открывается этот источник силы? Сначала ты, как и Соломон, он употребил все свои ресурсы для того, чтобы открылся этот источник, иными словами, он построил храм. Впоследствии уже храм стал источником для всего, что было у него. Сейчас я хочу в этом видео, я коснусь обязательно жилья, я коснусь расширения бизнеса или твоего дела, которое ты предполагаешь, что принесет тебе процветание. Соломон просил у Бога премудрость, чтобы править народом, и Бог ему сказал построить храм. Представьте, что оказывается правление народом каким-то образом связано с тем, что сначала ты строишь храм, место, явление духа и силы. Это было такое успешное решение, сейчас я вам покажу это, это было такое успешное решение, что соседский царь, храм, царь тирский, то есть, по сути, царь, который, ну, верил там во что-то свое, он когда узнал об этом, а узнал он об этом так, Соломон послал к нему людей и сказал, что ты там дружил с моим отцом, то есть, это был не молодой царь, опытный царь, знал, как цари появляются, да, он, и Соломон послал к нему людей, сказать, что я собираюсь строить храм, включайся, помоги мне, где-то мы друг другу там дадим заработать на этом, ты работников мне дашь, я платить им буду, и представляете, что храм, 3 царств, 5-7, написано, когда услышал храм слова Соломона, он очень обрадовался и сказал, благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом. Тирский царь, храм, вдруг произносит слова, по сути, фразу, которую употреблял Соломон в ночной молитве Богу в Гаваоне. Он говорит, из твоего поступка, по сути, тирский царь, ему говорит, храм, из твоего поступка, намерения строить храм, я вижу, что Господь дал тебе мудрость управлять народом. Хочется спросить, послушай, храм, а какое отношение вообще строительство храма, почему ты его связываешь с мудростью управлять народом? И поверьте, старый царь, зрелый царь, он бы вам привел тысячу примеров, но я хочу вам сказать прямым текстом одно. Настоящие мудрые цари, они начинали свое управление не с того, чтобы быстрее обогатиться, не с того, чтобы быстрее нанять себе каких-то роскошных слуг, женщины и так далее. Они начинали с источника силы. Даже языческие цари понимали, что твое царство должно иметь питание из невидимого. Они делали жертвенники, они там, короче, они открывали духовные порталы для того, чтобы царство поддерживаемое было, их процветание, их успех, победы в войнах поддерживаемое было из духовного источника. Каждый из этих царей, он имел хотя бы какую-то мудрость понимать, что не все в этой жизни зависит от денег. и поэтому они это делали. Представьте, этот царь, он одобрил решение Соломона, он говорит, вау, круто, что прежде чем, так сказать, наслаждаться царской жизнью, ты делаешь такое великое дело. И если бы он продолжил эту речь, он бы ему сказал, этот храм, он объединит людей, ну, как минимум, в одну какую-то идею, видение, мироощущение, миропредставление. Цари любили, мудрые цари, любили создавать вот такие вещи. И он уже, как царь более опытный, он похвалил, говорит, вот это я вижу, что Бог тебя наделил мудростью, чтобы ты управлял народом. Каким-то образом, еще раз говорю, он связывал открытие вот этого духовного портала, источника силы, с управлением, правлением народами. Кто-то может слушать и говорить, ну, какое-то отношение к моему лично процветанию, я не такой-то великий царь, там, у меня нету друга Хирама, что мне делать, где у меня этот источник? Я делаю это заявление, друзья, каждый из нас, сынов Божьих, просто, я не знаю, как обязан, или как правильно сказать, должен чувствовать в своей природе огромное желание культивировать вот этот портал, источник для других людей, потому что, когда ты знаешь отца, ты знаешь, что внутри тебя есть источник жизни, там, реки воды живой, но эти вещи, вот, как служение, например, оно делается для того, чтобы на источнике явления духа и силы, источник животворящего духа, приходили люди получать ответы, ради этого вообще существуют все служения, ни структуры, ни какие-то здания, единственный храм, внимание, это сам Господь, явление духа и силы, и сегодня служение, где является дух и сила, вот, если ты привязан к такому служению, вот, как к нашему, например, я не говорю, что только наше, но к нашему, где проявляется дух и сила, где являются сыны, я бы советовал всякому царю, сыну Божьему делать все возможное, связать всю свою жизнь, весь свой бизнес, свое начинающее служение, через которое ты думаешь, что отец тебя поднимет в большое процветание, обязательно связать с таким источником силы, знаешь, как это делается, это очень делается просто, ты должен задать себе вопрос, вот, ты хочешь иметь свой бизнес, например, хочешь, или ты не хочешь иметь свой бизнес, но хочешь иметь что-то, что принесет тебе процветание, вот это что-то, давай назовем это бизнесом, когда ты имеешь этот бизнес, предпринимательство, у тебя должен быть четко и ясно ответ на один вопрос, это очень важный вопрос, сейчас я тебе его задам, для чего Богу нужен твой бизнес кто-то может сидеть и думать и говорит ну богу он же любит меня благословлять что значит для чего на самом деле этот вопрос нужен не богу нужен тебе тебе потому что твой бизнес твое дело оно будет проходить через разные времена и не только трудные но и через времена когда нужно расширение забегая вперед я скажу что когда соломон уже построил храм построил свой дом уже стену иерусалиму построил все там у него пошло хорошо господь явился к нему и говорил ему расширение он говорит вот смотри ты построил если будет все так дальше как ты сейчас начал как если вот так все созидательно если ты будешь ходить по уставами да он говорит я тебе еще расширю не понимаю честно говоря куда там было соломон еще расширяться но вы знаете что это безграничное то есть бездонный процесс скажу сразу что сын божий иисус из назарета когда пришел и вышел на свое царство не он ведь тоже пришел править он тоже пришел получить всю власть на небе и на земле продемонстрировать ее и тоже начал строить храм он сказал я создам свою церковь рота да не одолеют его то есть это образец это если так знаете есть модное слово франшиза такой просто не надо ничего придумывать вот бери заполняю наполняю ты вкладываешься то есть для чего-то твой бизнес он должен культивировать что-то где является дух и сила где является жизнь и скажу вот таким простым языком он должен быть настолько с ним завязан чтобы вы знаешь не мне не побоюсь этого сказать чтобы ты даже понимал что твой бизнес твое дело так завязано с и вот служением явления духа и силы явлением жизни что одно друг без что одно без другого как будто даже существовать не может узнаешь как если бы кто-то захотел разрушить твой бизнес он прямо реально покушался на храм вот представьте давайте вернемся к видимым реалиям вот храм а вот бизнес который поддерживает храм например кто-то говорит мой храм уважаем но приходит и разрушает бизнес который поддерживает храм понимаете вот эта связь то есть разрушить твой бизнес это тоже самое что нанести удар по храму вот как должен быть тесно завязан этот момент для чего потому что этот храм это источник наполнения твоего бизнеса ты должен знать что у тебя реально есть открытый портал есть открытый источник в которой ты у тебя с ним существует взаимное перетекание об этом говорится в новом завете я просто не хочу приводить эти места знаю что там великолит то что пожну там телесно если вложил духовное то есть все время этот принцип он действует и соломон вот представьте он взял все что давид приготовил там еще были какие-то вещи которые вкладывались в это он все вложил в это не в не в то чтобы там приобретать себе как какие-то вещи роскоши вы знаете что свой дом он строил после того сейчас я за дом еще скажу и забота вся была о том чтобы источник непрестанно работал почему я сказал что господь пришел к соломону после строительства потому что когда пришел момент расширения переходите славы славу некоторые забывают этот момент бывает что на начальной стадии люди готовы там найти вкладываться в этот источник чем-то поддерживать потом у них нас наступает такой момент как типа ну домик построил машинку купил типа зачем мне теперь источник но есть расширение каким же глупцом надо бы чтобы на этой стадии свернуть а некоторые люди просто к тому времени когда выстраиваются не благоденствие они просто про источник уже забыли давно источник он должен быть в центре всего твоего царства вот прям прямо как будто ты себе задаешь вопрос для чего мой бизнес нужен богу написано что мы ищем всегда пользы другого ищите царство и ищите пользы не только себе пользу другому соответственно поиск царство то есть само царство это польза для других вот это девиз нашего служения для чего мое служение чтобы делать людей успешными я как тот соломон который храме молился только будут на этом месте все кто будут молиться пускай они будут услышаны пусть их будет успех я точно также молюсь всегда за всех кто соприкасается с нашим служением я говорю послушайте ребята я здесь для вас день и ночь вот просто я думаю о том и моя одна молитва я говорю отец пускай все кто со мной дружат все кто со мной соприкасаются получают этот успех на сегодняшний день этот успех многие получили даже те которые остались там неблагодарны пошли но у них что-то начало в жизни происходить и это тоже прекрасно это означает что источник работает и таким образом чтобы ты мог с дерзновением думать о том что твой бизнес он каким-то образом взаимодействует с этим могущественным источником что ты поддерживаешь этот источник именно там где является дух и сила друзья мои еще раз говорю это не для системы это не для здания это тут это там где вот как мы говорим что храм это явление 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 духа и силы теперь я хочу чуть-чуть сказать за слово польза царство она всегда с управлением она всегда связано с пользой пользой для людей библия говорит что единственное что можно назвать пользой это проявление духа дословно каждому дается проявление духа на пользу единственное что вообще можно назвать пользой это проявление духа поэтому единственного вообще вот если ты хочешь приносить людям пользу чтобы вокруг тебя ну что чтобы сам отец он был реально ну как, если можно так сказать, заинтересован, чтобы ты чувствовал, что этот источник, он заинтересован тебя питать, именно не то, что тебя, а твой бизнес, тогда тебе, конечно же, нужно понять, что польза это явление духа, никто за тебя не будет определять, где храм, никто не будет за тебя, ну, пытаться тебе указать, что, значит, давай сюда или сюда, потому что ты должен сам видеть, где источник, и с ним взаимодействовать, животворящий дух, он постоянно созидает церковь, помните, как написано, что я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, ну, это вообще классика, да, то есть, Христос есть животворящий дух, он постоянно влияет на расширение, на созидание людей, человека, если можно сказать, человечество, принося постоянно пользу в тело, и поэтому, когда ты начинаешь свое царствование, начинаешь свои проекты, тебе всегда нужно, если ты хочешь быть уверен, что этот источник будет работать на тебя, спроси, просто задай себе вопрос, зачем Богу нужен мой бизнес, и у тебя должно быть четко и понятно, ну, как зачем, вот я буду, там, например, ну, кто-то финансирует, там, вот финансируется это, храм, я буду приносить пользу вот таким образом, я буду приносить пользу, и самое главное, чтобы ты в этом своем стремлении не занимал позицию, если Господь мне даст, то я буду это, знаете, как очень просто определить, будешь ли ты приносить пользу или нет, очень просто, приносишь ли ты ее сейчас, потому что имеющему приложится, как ты можешь приносить огромную пользу, если ты не можешь приносить даже малой пользы, именно поэтому, все начинается со служения, все начинается с храма, и служение, это огромный портал силы, огромный портал богатства, вы знаете, что, вот сейчас я чуть-чуть еще буду на свою жизнь переходить, скажу за дом, скажу за жилье обязательно, так что будьте внимательны, каждый раз, когда мне нужна была помощь, этим пользуются, знаете, даже и незрелые служители, которые еще имеют законическое мышление, иногда им кажется, что делай Богу, Бог сделает для тебя, на самом деле это немножко не так работает, просто когда ты начинаешь, как ты говоришь, делать для Бога, ты просто вступаешь в прямое взаимодействие со служением, а служение приносит пользу через явление Духа, то есть каждый раз, когда ты соприкасаешься со служением, тебе кажется, что это какой-то идет, иногда кажется, что я вот сделаю для Бога, а он для меня, ну Бог для тебя и так сделает, но если ты хочешь постоянный источник интенсивный иметь в своем процветании, тебе нужно завязаться с этим, завязаться с пользой, завязаться со служением, чтобы тысячи людей получали пользу через твою поддержку вот этого источника Духа и Силы, вот это очень мощное откровение, друзья мои, это не храм, еще раз говорю, это не структура, это явление, поэтому ты как грамотный бизнесмен, ты должен сразу, так, я начинаю бизнес, для чего он нужен, какое явление, какой источник он поддерживает, люди, которые жили во времена Иисуса из Назарета, они понимали, что, ну просто, знаете, они посмотрели на него, куда еще вкладываться, я извиняюсь, надо сделать все, чтобы то, что есть у него, не останавливалось, и они его финансировали, я уверен на 300%, что никто из них точно не обеднел, и наоборот еще, и следующее, дом, давайте перейдем чуть-чуть к дому, Соломон, если вы внимательно читали, вообще за описанием всего его царства надо видеть действие, я вам даю просто вот такой секрет маленький, смотрите, что он делает, не что у него вышло, вышло все круто, мы это знаем, а смотреть, что он делал, потому что за всем описанием его величия иногда трудно понять, так что же он сделал, чтобы у него такое было, главное, что он сделал, он сделал храм, вы заметили, друзья, что это храм, ну Божий, это храм Господень, но все его называют храм Соломона, такое чувство, что Соломон его для себя строил, почему храм называется именем Соломона, ведь это Господень храм, дом Господень, все его по сей день называются храм Соломона, Почему? Соломон на самом деле храм строил не для себя. Вот как мы говорим за служение, когда ты поддерживаешь какое-то служение, явление духа и силы, ты не для себя это делаешь. Но вы заметили, что храм Соломона, он был практически одним дворцовым комплексом с его домом. Между храмом Соломона и его домом был даже ход специальный. То есть он мог попасть в храм прямо из своего дома. Он, представляете, мудрость его вела. Он думает, любой, кто захочет разрушить мой дворец, разрушит и храм. Любой, кто захочет прийти посмотреть на храм, он посмотрит на мой дворец. Ну не может рядом с храмом стоять избушка на курьих ножках. Не может. Вы ловите мою мысль? У нас, я просто наблюдаю такое, знаете, даже служителя, они хотят свой дом держать подальше от служения. Вот это меня точно не касается. Сейчас я вам скажу, как я свои квартиры строил. И хотят подальше. Вот знаете, вот служение там все, уехал, забылся. И тут вообще никто не знает даже, что я служитель. Вот мне это вот, знаете, Соломония, мудрость ему показала. Вот представьте, Бог его вел. Он говорит, сделай так, чтобы твой дом, обычно даже служителей упрекать. Говорят, что-то как будто тут разницы нету, где церковное, а где твое. Но если честно, так оно задумано. Оно так задумано. И Соломон это знал. Он специально сделал так, что его дом был практически одним комплексом дворцовым с храмом. Любое действие по отношению к храму, хорошее или плохое, однозначно бы затрагивало его дворец. И практически это вызов. И эта тема сегодня об этом. Ты, вот знаете, если бы Соломон сказал, я возьму себе, построю скромный домик возле храма. И это бы домик портил вид храма. Нельзя возле храма строить ничего такого, что портит его вид. Это та причина, по которой дворец Соломона, по своему величию, был равным этому храму. И это про образ двух престолов, на которых сидит отец и сын. Понимаете? Поэтому часто там в Библии, когда описываются вот эти все стройки, у него был вообще дух строительства у Соломона сумасшедший. Он там и стену построил, много чего построил. Строил и строил, он всю жизнь строил. Вот животворящий дух мирный, не военный, который все разрушает, а вот мирное, мирное царство, оно все время что-то строит. Это называется созидание. То есть, если твой бизнес не направлен ни на созидание ничего, кроме своего брюха, это не мирное царство. Это вообще ерунда. Это называется успех глупого к греху. Грех это мимо. Вот то, что ты тут настроил, это мимо все. Если при этом не возводился храм, если при этом не открывался источник духа и силы для многих людей, это все барахло. Потому что единственная польза, как написано, каждому дается проявление духа на пользу. Единственное, что можно назвать пользой, это культивация духа и силы, источника. И поэтому Соломон, когда хотел построить себе дом, во-первых, он его строил после храма. Вы все знаете, что храм он строил 7 лет. И он подумал, я построю храм, и тогда мне можно будет все. Я открою этот источник, и тогда все будет у меня просто замечательно. Так и было. Там, знаете, не воин, одно сплошное процветание, и домик у него вырос один. Потом второй, у него этих резиденций было по всему Израилю. Там, гаремские дворцы эти, да, где гаремы были. Поэтому дом царя, друзья мои, сейчас я вам что-то скажу, очень духовное. На самом деле дом управителя, это воплощение храма, который он строит для явления духа и силы. Как еще объяснить это? Когда я молился за этот урок еще давно, несколько месяцев назад, вот я понимал это откровение о храме и доме. Ну, из своей жизни я могу просто рассказать, что у меня всегда так происходило. Но сейчас я скажу за откровение. Откровение вот какое. Ты когда начинаешь заботиться о пользе, о проявлении духа и силы, о культивации источника, то есть для других людей польза, чтобы была. Вот они окунались в мир Сына Божьего, получали ответы, получали исцеление. То есть вот все, что происходит в нашем служении. Ну, не только в нашем, но в нашем. Я сейчас, знаете, как Павел говорит, хвалю свое служение. И то есть как будто бы Господь поселяется среди тех людей, которые его не знали. И в это же время по закону Животворящего Духа начинает появляться, или как правильно сказать, расти, создаваться, строиться твой собственный дом. Это и есть демонстрация избрания. Почему бы Соломону было не построить свой домик где-то по отдой? Да нет, все должны были видеть. Вот так делается с человеком, который является избранником Божьим, который открывал этот источник управления, источник благословения, благоденствия для всего народа. То есть он заботился о том, чтобы храм возрос. У нас сейчас нету заботы о том, чтобы кирпичи какие-то возрастали. Но есть, чтобы возрастало явление духа и силы, расширялось служение. И когда он начинал это делать, вдруг, по прошествии 20 лет от начала строительства храма, 20 лет прошло, и мы видим, стоит храм и стоит дом Соломона. По своему величию, не уступающий ничем, шикарный, могущественный. И запомните этот принцип, друзья мои. Возле храма не может стоять избушка на курьих ножках. Не может быть, вот просто я не верю в такое, должно быть классное, замечательное жилище, жилье, дом, квартира у процветающего Сына Божьего, который заботится об этом храме. Об этом храме. И вот скажу, что служители всегда должны строить быстро дома. Вот Петру сказано, сколько угодно, хоть 100 домов тебе надо, они будут. То есть строить один, второй, если надо, еще третий там. Считаю, что это должно происходить быстро. Итак, дорогие друзья, я считаю, что люди, которые заботятся об источнике, Сыны Божьи, которые заботятся об источнике для других, о пользе, о явлении духа и силы для других, они вообще не должны. Вот кто плотно с этим завязан, кто плотно в этом участвует, бизнесом, служением, независимо от чего, вы должны понимать, друзья мои, ваш дом должен расти пропорционально с этим. Смотрите, Соломон построил храм и слава сошла на него. Слава сошла, народ ликовал, а в это время, еще следующее 13 лет, продолжалось строительство уже дворца, собственного дома Соломона. То есть это строительство дома как бы выросло, родилось из строительства храма. Этот же принцип указан в книге Агея. Помните, когда Бог говорит такие слова? «А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, когда дом сей в запустении. Взойдите на гору, носите дерева, стройте храм, я буду благоволить к нему и прославлюсь». То есть здесь Отец Небесный, представляете, это не просто упрек, это не просто, чтобы заставить работать. То есть он говорит, ребята, когда вы построите дом этот, когда вы будете вкладываться в это, это означает, что ваши дома будут расти пропорционально. Украшенные дома, хорошие дома, потому что я буду благоволить. Что это означает? А так я не буду благоволить. Конечно, есть благоволение. Но говорить о том, что есть благоволение, это одно, а увидеть, как оно проявляется, это другое. Ну как проявляется благоволение? Благоволение проявляется, поэтому ключевое слово проявляется. Когда мы находимся в теме, если так можно сказать, заботы, поиска такого проявления, вложения в такое проявление, тогда легко увидеть, как оно проявляется в моей личной жизни. Когда я это говорю, возможно у кого-то будет, знаешь, мысль какая-то заскочит, ну что-то там, вот эти вложения, а что вот нельзя без вложения. Друзья мои, можно, без всего можно. Я просто хочу сказать, что явление, это то, о чем должен заботиться каждый сын. Мы здесь для того, чтобы явить отца. Я лично в своей жизни, еще даже когда я не знал за такие вещи, как вот мы сейчас учим, там нетление, там сыновство, мое откровение о том, как я буду иметь свое жилье, я его где-то уже рассказывал, но я хочу, чтобы каждый его слышал. У меня никогда не было проблем с жильем, никогда вообще. Я строю квартиру, одну, вторую и верю, что еще построят целую кучу жилищ, там, это вообще не проблема. Хочу вам сказать, как это происходило. Когда я еще только, как мы говорим, там, покаялся, да, я пришел в церковь, и через некоторое время мне приснился сон. Сон такой драматический, я все время переживаю, когда его рассказываю. Сон такой, что я шел по улице в Минске, по дождливой улице, и вдруг увидел девочку, сбитую машиной. Я схватил эту девочку, я увидел, ну, кто-то там мимо проезжал, никто не захотел меня подвести до больницы с ней. Она уже вся такая, в крови была. Это сон, ну, вот просто это как перемещение какое-то было, как вместо духа. Потому что я проснулся весь в слезах от этого сна. И вот я нес эту, бежал с этой девочкой, я понимал, что у нее вот-вот сердце остановится. Я прибежал с ней в больницу, там, ее не хотели принимать, но в итоге ее на каталку врачи положили, повезли в операционную, там, реанимация, ничего не помогло, она умерла. Я помню, плакал во сне, там, прямо в этой больнице, отвернулся к окну и плачу. И вдруг я слышу, как будто вошел кто-то главный. Это был главврач, он вошел. И вместе с этим, это, вдруг я слышу возгласы сзади, что смотрите, смотрите, она живая. И, ой, она села. И, короче, ну, картина такая, что эта девочка ожила и села прямо на столе операционном. И все такие забегали, там, ее в чувства стали приводить. Я помню, ну, я понял во сне, что она, ну, воскресла, восторг сменился сокрушением таким, знаете, я отвернулся к окну снова и плакал, потому что, ну, это было так трогательно, что она все-таки ожила, да. И в это время я слышу сзади голос этого главврача и чувствую его взгляд у себя вот здесь на затылке. И он говорит, кто-то должен позаботиться об этой девочке, кто-то должен взять ее к себе домой. И я помню, понимаю, что он ко мне это говорит. Я говорю, господи, ты хочешь, чтобы я усыновил кого-то, да, но я не имею даже своего жилья, чтобы усыновить кого-то. По законам нашей страны у нас не дают детей усыновления, если у тебя нету, ну, своего жилья. То есть на съемную квартиру не дают. И я помню, я ему это сказал. Уже во сне я начал понимать, что я вижу видение, что у меня вот как Соломон. И вот это был сон, у него диалог с Богом. Я понимал, что это было видение. И уже просыпаясь, я говорил эти слова. У меня нет своего жилья, куда мне привезти твоих детей? И я слышал прямо как физически отец в ушах у меня еще долго этот голос был. Он говорит, возьми моих детей и отдам тебе жилье. И вы знаете, друзья мои, с тех пор, вот 20 лет, я не имел никогда проблемы с жильем. Но хочу сказать, с чем это было связано. Когда я уже проснулся, вышел из этого видения, я подумал и понял, что речь идет не об усыновлении фактическом, а о том, чтобы я впустил в свое жилье, в свою жизнь божьих детей. Тех, кто, вот как эта девочка, лежит разрушенный на дороге, порванный в крови. Самых разных, калеченных, искореженных. Вот, и на тот момент я еще был таким совсем младенчиком. И поэтому, конечно, я свой дом открыл просто. Там толпы такие ходили, там выедали все мои холодильники, все. И я, ну, недоумевал, как этот образ жизни может привести меня к тому, чтобы у меня появилось свое жилье. Но я хочу тебе сказать, что уже через два или три года, я не помню точно, я въехал в свою трехкомнатную квартиру. В Минске, в столице. Она просто, знаете, не было никаких шансов, но это произошло. Потом, естественно, моя жизнь, она сильно открылась для служения. Это был постоянный портал по обслуживанию духовному людей. Но зато у меня с жильем никогда проблем не было. Но у меня всегда жилье, оно соприкасалось плотно с моим служением. Оно всегда было в такой жесткой сцепке. И мне это нравилось. Даже сейчас, где бы я ни оказывался, вся моя жизнь, она вот так открыта явлению духа и силы. Открыта пользе для людей. И поэтому, конечно же, прошло время. Я ту квартиру оставил детям, уехал, стал ездить туда-сюда. И как будто бы снова оказался без жилья. Но мы с Олей жили на съемных квартирах. И все равно мы продолжали принимать людей, отдавать. Нашей командой, можете спросить, мы иногда жили некоторое время не в самых лучших квартирах. Но прошло время, и мы купили квартиру без всяких там кредитов, долгов и прочей ерунды. То есть, отец верен, он раз за разом. Сейчас у нас есть такое дерзновение, друзья мои. Вообще у меня сейчас такое дерзновение. Мне кажется, куда бы я ни приехал, у меня там будет свое жилье. Прям свое. Если я его не куплю, то построю. Если не построю, то будет еще что-нибудь. И на своей жизни я увидел, что вот мое тесное взаимодействие с источником силы, оно постоянно несло в мою жизнь и обеспечение. И вот это, как я видел все время, что мое служение, оно всегда рядом с моим домом. Не обязательно географическое. Я имею в виду, что оно взаимодействует таким образом, что ударить, например, по мне, это то же самое, что ударить по вот этому порталу. Как я и говорил, ударить по дворцу невозможно, не задев храм. Или любоваться храмом невозможно, чтобы не любоваться тем, что у меня происходит в сфере жилищной. Мы сегодня уже благословение для многих людей, для которых мы высвобождаем жилье. И это происходит, потому что мы чувствуем на себе вот это обещанное Петру благословение, что дома будут везде, куда ты не попадешь. Если надо, даже сто будет. И поэтому последовательность, служение, дом, польза царству, польза себе, храм и дворец, они смежны. Это хорошая, правильная последовательность. Это потрясающий источник, который всегда, вот знаете, есть люди, которые говорят, ну вот я сначала себе, а потом служить мы будем. У меня не так работало. Зато я научился, знаете, где бы мы ни оказались, вот где бы мы ни служили, там и был наш дом. Всегда. Служители, как я сказал, всегда должны быстро строить дома, быстро приобретать жилье. Знаете, в свое время мы такие, все время, как и все нормальные люди, мечтали на курорт ездить там месяц, ну не месяц, а там в году раза два, там ну хотя бы один, ну такой нормальный. И мы так иногда ездили, ездили, но нравится нам море, ну вот нравится нам море, что с этим делать. В итоге все произошло так, что мы построили одну квартиру на море, мы сейчас переехали, снова живем на море. То есть нам нет необходимости даже на курорты куда-то ездить, потому что мы живем на курорте. И я такой думаю, почему так получается, что то, что мне, я там в тайне сердца даже, ну хотел там, знаете, жить в каких-то таких живописных местах. Вот эта жизнь на чемоданах, она отлепила меня от места. Знаете, вот кажется, что служение, оно каким-то образом все время бок о бок идет с твоим преуспеванием. То есть ты заботишься о явлении духа и силы. И неважно, может ты сегодня не проповедник, но ты бизнесмен. Если ты сегодня заботишься о явлении духа и силы, поддерживая это, это то же самое, что строить свой дом рядом с храмом. Это то же самое абсолютно. Знаешь, как я уже сказал, что была такая прямо картина, что если по тебе ударить, то будет ущерб храму. И это потрясающая зависимость. Я скажу, что соединенность должна быть на всех стадиях. Соломон практически, может быть не зная всей небесной картины, но мудрость она его вела, он практически поставил свой престол рядом с Божьим. Вот это как отец и сын. И этим самым он даже может сам до конца в те дни не понял, насколько он предсказал позицию сына Божьего. Вот дом отца и мой дом. Вот престол отца и мой престол. Вот дело отца и мое дело рядом. Завязался на всех стадиях. И когда он все построил, написано, что у него был такой же приход. Ну, Господь пришел к нему, как в ночь Гаваона. И говорил с ним, говорит, я тебя расширю. Видишь, если у тебя однажды ты построил свой дом, вот послушай меня, построил свое жилье, построил свой бизнес, например, где тот момент, из-за которого Господь придет и скажет тебе, я еще тебя расширю, если ты не заботился об источнике. Ты просто сядешь в своем доме или там будешь заниматься своим бизнесом, своим каким-то служением, без шансов расшириться. Поэтому источник должен быть в центре всего твоего преуспевания. Для чего ты преуспеваешь? Или успех глупого к греху, либо ты преуспеваешь на пользу. А польза – это явление духа. Всегда твое процветание, всегда твой бизнес, я подытоживаю, должен быть завязан с каким-то источником, с каким-то служением, которое благословляет людей пользой явления духа. И вот, друзья, я уже буду заканчивать и скажу вам, что слава явилась в храме. Господь приходил к Соломону ночью еще раз с конкретной целью расширять и расширять и расширять. Он исполнял свое обещание сделать его богатым и славным через строительство храма. Вот способ, которым Бог избрал его сделать таким храм. Ты должен понимать, что в центре твоего царства-государства, как царя, стоит источник силы для других людей. Твоя забота об этом источнике, она и делает тебя правителем, богатым и славным. Если кто-то сегодня, знаете, приткнулся на каких-то вещах, на каких-то структурах, мы в нашем служении, мы не призываем вот такой, что давайте мне, или мы тут сейчас пробуждение сделаем. Решайте сами. Но я хочу сказать, что ты будешь чувствовать себя, задавая себе вопрос, зачем мой бизнес Богу, будешь чувствовать себя железобетонно, просто как скала, как зачем. Мой бизнес служит явлению силы, духа и силы. И, конечно, прежде чем у тебя будут уходить на это какие-то, возможно, большие финансы, большая поддержка, у тебя должно быть понимание, что делай то, что может рука твоя прямо сейчас. Знаете, я таких историй слышал. Вот разбогатею, буду давать столько и столько. Я спрашиваю, сколько ты сегодня даешь? Сегодня я ничего еще не даю, мне нечего давать. Я говорю, ты не будешь давать. Ты не будешь давать. Если бы Соломон построил себе дом, но не построил бы храм, слава бы не явилась на его дом. Поверьте. Вы помните, что слава явилась, когда он построил храм, и после этого начало строительство его дома. Добейся, чтобы твое дело, твой бизнес, твое начинание начинало как можно раньше содействовать явлению славы. С этого момента, когда ты вдруг поймешь внутри себя, вот на практическом уровне, это не какое-то просто мистика, друзья мои, когда ты поймешь, что твое дело, которое ты делаешь, пусть даже оно там копеечное вообще, содействует явлению славы, тебе нужно наслаждаться этим моментом. Это именно тот момент, когда твой дом и твое дело начнет расширяться. После явления славы началось строительство дворца. После явления славы Господь пришел и говорил Соломонам о расширении. Говорит, все будет круто. Ходи, вот как ходишь, так и ходи. И скажу еще одну вещь. Пока Соломон строил храм, услышите меня, пока Соломон строил храм, ему все сходило с рук. Он не был таким безупречным, но ему все сходило с рук. Вся у него, извиняюсь, вот эта борода началась именно тогда, когда храм был построен, дом построен. И он перестал об этом заботиться. Что было, вы сами все знаете. Поэтому постоянная привязанность к источнику силы. Как я уже говорил в предыдущих уроках, он предпринял большие дела. Но когда он описывает эти большие дела, в этом описании храма нет в книге «Экклесиаст». То есть, окончательно это выветрилось из его головы. Это было очень печально. Как это случается с теми, у кого наступает преуспевание, почему-то они говорят, вот я построил себе дом, купил машину, дач настроил там. Или просто там, у меня теперь все есть, ни в чем не нуждаюсь. Помните, как в книге «Откровения»? Говорит, ты слепой, ты ослеп. Тебе нужно вернуться вместо силы. Тебе нужно снова заботиться о том, чтобы твое дело каким-то образом благословляло пользу, явление духа для людей. И тогда ты будешь чувствовать это перетекание. Ты будешь чувствовать, что мой бизнес, он нужен. Он всем нужен. Пусть даже никто про него не знает, но этот бизнес, он поддерживает то, что люди переживают, явление духа и силы. Это касается любого дела. Чем бы вы не хотели в жизни заниматься, друзья мои? Там, благотворительностью, общественной деятельностью. Если у вас даже служение, и вы думаете, что Бог через это служение будет вас сильно напитывать процветанием, ваше служение должно нести явление духа и силы. Мы об этом будем еще говорить в уроках, которые говорят о процветании, не связанном с бизнесом. Вот я вам привел картину. Молодой Соломон, даже его одобрял этот мудрый старый царь Хирам, который верил в своих богов, но он определил, он говорит, «О, это у тебя есть мудрость. Раз ты начал со строительства храма, это вот у тебя есть мудрость направления, у тебя есть забота о народе, я вижу это». То есть все цари мудрые, они понимали, что сначала начинаешь с того, чтобы у тебя в твоем царстве был источник силы, к которому ты привязан. И поэтому начни с этого. Оглядись, пускай будет у тебя водительство отца, что тебе делать, каким образом завязаться с источником явления, служения, явления духа и силы, таким образом, чтобы вот этот баланс был, что он обидит тебя, это то же самое, что обидит храм. И тогда у тебя, мой друг, будет реализовываться и твой проект, связанный с квартирой. Я не думаю, что это будет очень долго. Я ни одну свою квартиру, ну их не так уж много было, но я никогда не занимался никаким строительством. Просто я делал вот то, что мне отец обещал. Говорит, принимай моих детей. Конечно, сейчас моя жизнь так сильно открыта для множества людей, что у меня сейчас есть дерзновение. Мне кажется, как я уже сказал, что это вообще не проблема. Вот чем больше ты расширяешь этот источник силы, чем больше людей поднимают там руки, получают свои ответы, чем больше людей превращаются там в сынов Божьих, тем больше у меня понимания. Если я захочу, все будет так, как я захочу, у меня будет столько, сколько мне надо. У меня будет все, что мне надо. И это чувство, я прямо хочу, чтобы оно было высвобождено на тебя. Обязательно завяжись с этим. Обязательно будь или тем, кто расширяет этот источник, явление духа и силы, если ты служитель. Мы поговорим еще за это. Если ты бизнесмен, пускай твой бизнес этому содействует. Ну вот, пожалуй, друзья мои, это то, что я хотел сегодня сказать. Я сейчас хочу еще несколько мгновений благословить твою жизнь. Я знаю точно, что у некоторых из вас появится прямо дерзновение. Потому что, когда ты только начинаешь свой бизнес, начинаешь свое преуспевание, начинаешь свое дело, как бы ты что ни исповедовал, но часто ты можешь услышать внутри себя такое чувствование. Ну почему ты думаешь, что у тебя получится? Почему ты думаешь, что Богу нравится то, что ты делаешь? Почему ты думаешь, что это по воле Божьей? Я хочу тебе сказать, мой друг, это не Бог тебе задает эти вопросы. Наоборот, Бог хочет, чтобы ты сам определился с этим. Какая польза от того, что ты собираешься делать? А пользой называется только дух, проявленный для других людей, на пользу другим людям. Поэтому это чувство, оно очень важное. Вооружись этим. Я хочу, чтобы у тебя было это. Отец, я благодарю тебя. Прямо сейчас я благодарю тебя за то, что ты даешь эту премудрость, откровение. Твой чудный свет, Отец, он приходит на разум, показывая эти порталы, эти могущественные источники благодати для преуспевания. Пусть это будет первым, на чем каждый определится. Пусть это будет самым сильным и центральным действием, дающим великое дерзновение. Чтобы этот голос внутри звучал. Вот ты строишь храм. Я благословляю тебя, потому что ты строишь храм. Это именно то, о чем я говорил, что сделаю тебя богатым. Это именно то, о чем я говорил, что сделаю тебя славным. И я дал тебе этот проект, строить храм. Именно через это ты расширишься. Именно через это ты будешь черпать дерзновение. В какие-то трудные времена. Дерзновение, чтобы расширяться, строить. Дерзновение в том, чтобы ходить с поднятыми глазами перед Отцом. В Отце. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Вот так, дорогие друзья. Я рад, что сегодня это звучало. Это сильно, это мощно. Привязывайтесь к этим порталам. Привязывайтесь к этим источникам силы. Пускай ваше дерзновение умножится, усилится. Вы почувствуете, прямо когда определитесь. Я всегда хотел ощущать, что мое служение содействует явления Духа и силы. Все, что бы я ни делал. И оно так работает. Желаю вам в этом успеха. И в следующем уроке мы будем развивать эту тему. Как я говорил, посмотрим, как раскручивался Соломон. До встречи. Пока. Мы нищие, и многих обогащаем. Это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда. Управление номер один. Ты поставлен на управление. Поставлен как сын, на который мы поставили печать на лбу. Раздавать хлеб жизни! Это сын, который не говорит, дай мне козленка. Сын, который раздает этих козлят. Назначает урочное служанкам. Меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok